Один стакан молока – это 23 витамина, 20 аминокислот, 30 микроэлементов и 25% дневной нормы кальция. В старину корова в крестьянской семье олицетворяла богатство и достаток. Потерять корову, особенно в неурожайные годы, для крестьян было равносильно катастрофе. Говорят, в народе корова – это кормилица и поилица. От животных можно было крупного рогатого скота не только молоко, но и мясо, и, естественно, всю продукцию, которая получается у нас из молока. Постепенно население богатело и оставляли себе лучших животных, и не только с высокой молочной продуктивностью, но и так, чтобы была высокая жирность. На рубеже 18-19 веков на Урале начинается формирование новой породы. Местный уральский скот планомерно скрещивался с более продуктивными породами коров. К 30-м годам 20-го века на Урале сформировался большой массив молочного скота, который был назван Тагильским, по названию города, где начали выводить данный вид – Нижнего Тагила. Но на горизонте уже маячила индустриализация. Стремительный рост городского населения требовал улучшения показателей продуктивности молочного скота. Тагильская порода, обладая, несомненно, хорошими селекционными качествами, продуктивными качествами на тот момент, все же не могла дать столько продукции, что было необходимо для обеспечения растущего населения продуктами питания. Поэтому в 1936 году ученый совет Всесоюзного института животноводства принял решение о проведении опытов по скрещиванию тагильского скота с быками голландского корня. В 1939 году было уже принято решение о проведении массового скрещивания. К началу 50-х годов был сформирован уже достаточно большой массив вот этого поместного скота. Возросшая категория была выделена в собственную отдельную породу. Для работы по совершенствованию чернопестрого скота был создан совет по породе. К 21-22 апреля 1958 года в городе Екатеринбурге проводился первый совет по чернопестрой породе. На совете присутствовало 57 специалистов. Председателем совета был Калашников Алексей Петрович. На этом совете решались вопросы, кормленческие вопросы, разведенческие вопросы и содержание. И вот с того времени, ну вот считайте все 60 лет, мы продолжаем работать над повышением продуктивных качеств нашего скота. Именно с научной точки зрения, каким образом реализовать вот тот генетический потенциал, который мы, селекционеры, закладываем в животных. Каждый совет посвящался определенной теме, которую надо было разрабатывать. Члены совета — это ведущие ученые территории, руководители сельскохозяйственных организаций. Я думаю, что если бы, не дай бог, случилось так, что не было бы этого совета, у нас бы просто-напросто не было нашей популяции. ПОПУЛЯЦИИ За это время наибольший вклад в совершенствование породы, пожалуй, внес профессор Тимирязевской сельскохозяйственной академии Арзуманян Ирван Таванесович, директор Урал-Нисхоза Халимурин Генрих Ахметович. И вот их усилиями совет расширялся. Сначала это была только Свердловская область. Постепенно вот этот процесс пошел по всему Уральскому региону. На сегодня в состав совета входят Республика Башкортостан, Удмуртская республика, Свердловская, Пермская, Тюменская, Челябинская и Курганская области. За 60-летнюю историю совет проводился на территории всех участвующих в нем субъектов федерации. 13 раз в Свердловской области, 8 раз в Пермском крае, по 7 раз на территории Челябинской, Тюменской и Курганской областей. Три раза в Республике Башкортостан и два раза в Республике Удмуртия. Люди понимают, что чернопестрый скот экономически более выгоден. Сегодня мы видим, что массив чернопестрого скота, несмотря ни на какие трудности, он умножается, увеличивается. И те продуктивные показатели, которые мы получаем, они сегодня уже приближаются к хорошему среднеевропейскому уровню. Научные исследования и практика показывают, что потенциал нашего скота еще далеко не исчерпан. Нам надо двигаться и дальше работать в этом направлении. Я думаю, это полезный разговор. И наука, и практика будут обмениваться мнениями. Это очень перспективная порода. Если даже по нашему хозяйству судить, мы за прошлый год имеем надой 9935 килограмм. Об итогах деятельности Совета лучше всего говорят цифры. В 2003 году одна корова породы давала 3280 килограммов молока в год. В 2017 – 6000. В 2003 году поголовье составляло 235 тысяч коров. В 2017 – 276 тысяч. Это четыре пятых от всего поголовья молочных коров в Уральском регионе и одна из самых распространенных российских пород. Юбилейное, 60-е заседание Совета проходит в Курганской области. Агропромышленный комплекс обеспечивает 15% ВРП. В регионе содержится 58 тысяч коров. А также Курганская область занимает первое место в Уральском федеральном округе по производству молока на душу населения. Такое долголетие для, можно сказать, общественных советов – это, наверное, хороший знак качества. И мне очень приятно, что именно 60-й совет проводится на территории Курганской области. Я могу сказать, что позитивных моментов гораздо больше, чем негативных. Самый главный негативный момент – это снижение поголовья в личных подсобных хозяйствах. К сожалению, люди перестают держать скот. Позитивным моментом является то, что два года именно в сельхозорганизации поголовье крупного рогатого скота растет. Я хочу выразить надежду на то, что проведение Совета даст определенный импульс для развития молочного животноводства в этом благодатном крае, где живут очень трудолюбивые люди.